Друзья, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Конечно, эти два дня в городе Улыбок, в городе Бакалот пролетели для нас незаметно. Мы хотели бы еще больше остаться, чтобы отдохнуть, еще лучше изучить этот район. Но, увы, труба зовет, дела зовут, работа зовет, и мы возвращаемся домой на Сибу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Переезжаем с одной стороны острова Негрос на другую, из города Бакалот в порт Сан-Карлос, из которого мы отправимся на Сибу. Переезжаем через горные хребты и остановились сейчас, по-моему, на самой вершине. Вы только посмотрите, какие восхитительные виды здесь открываются. Здесь прохладно, совсем не жарко, потому что мы в горах. Красотища! А ну, а следующий перевал оказался еще краше предыдущего. Здесь по обе стороны дороги растут огромные деревья, с виду похожие на хвойные. И даже в воздухе витает запах хвои. Даже на земле рассыпаны иглы, похожие на хвойные. Сейчас посмотрим поближе, действительно ли это хвоя и хвойные деревья. По запаху не определить, но они не такие жесткие, эти иглы, как хвойные. Субтитры подогнал «Симон» Пришлось остановиться, перегрелся у нас задний тормоз. Мы, конечно, не ожидали, что будет такой серпантин, спуск. Сначала подъем, а потом спуск вот такой, до поворота 90 градусов. Да вот такие крутые. Часто тормозами, конечно, пользовался. Нагрелись тормоза сильно, надо сейчас постоять 10 минут, дать им остыть. Перегрелись, короче. Горячий, очень, очень горячий. Пусть остывает задний суппорт, а то и так и тормозуха закипеть может. Это опасно, пусть остывает. Субтитры подогнал «Симон» 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 Мама. Нет. 12. Нет. Я куплю тикет. Поехали? Да. Короче, друзья, в порту нас ждало почти что фиаско. Следующий паром на Сибу отправляется только через четыре с половиной часа. И нам там ждать его нет смысла. Мы решили зайти куда-нибудь в холодок перекусить и потом рвануть до порта Эскаланта. Как мы добирались на этот остров, так мы и отправимся обратно на Сибу. Ну, а смысл ждать четыре с половиной часа? Лучше прокатимся по Негросу, чем потом еще ехать по Сибу. Ну, а обедать мы сегодня будем в вот таком вот фудкорте магазина City Mall Сан-Карлоса. Ну, стандартный фудкорт таких подобных магазинов City Mall. Посмотрим, что же здесь сегодня есть. Ну, в принципе, стандартный выбор как и всех City Mall. Кофеёк, пироженки, Джоли Би, Чао Кинг и Насал. И там что-то еще в конце. А, игровая зона. Ну, по нашему любимому Насалу. Да. Курочку судьи. Лучше курочки нет ничего. Две курочки. Я хочу. Ха. Ну, я хочу. Друзья, курица на саде, как всегда, конечно, была великолепна. И даже полбеды та обстановка, которая сейчас нас окружает, это филиппинский обед, филиппинский, скажем так, обеденный час пик, но то, что здесь кто-то разрешил включить караоке на полную громкость, прямо напротив нас поют караоке, отсюда хочется просто убежать. Ну это не знаю, какие-то сумасшедшие люди включить в общественном месте караоке на всю громкость, дурдом. Вот тут, друзья, идет приготовление к какому-то пиршеству. Уже лечона приготовили на шест, на металлический, на такой, на вертел надели. Разожгли костер, сейчас будут жарить. Хеллоу! Вот так вот и готовится традиционный филиппинский лечон. Хеллоу! Съехали с дороги, увидели, здесь будет пир, будет пир в Калатраве. Калатрава. Калатрава. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова беззастенчивые филиппинские псы просто подошел лег ногах как будто я его хозяин нравится ему здесь прохладе нера чем в других местах этого помещения доехали мы до порта эскаванта вроде бы как через 15 минут обещают пару на себе но это только скорее всего обещают но все-таки хочется надеяться на лучшее потому что мы с 8 утра дороге уже побывали в одном порту 15 минут прошло и еще 15 минут прошло и еще 15 минут прошло то есть прошло уже 45 минут вон кости там лежит под деревцом на бетонных как их называют фс как отдыхает короче ждем следующие филиппинские 15 минут то мы одни сидели сейчас народу поднабралась уже тоже желающих плыть на севу но когда пойдет паром так и неизвестно тайна покрытая мраком начали вызывать всех по номеркам вот такие вот номерки нам дали на объезде на территории этого порта похоже по ним сейчас будут взимать какую-то плату а позже уже можно будет идти на паром у всех вот кто сидит я вижу в руках документы от транспорта и вот такие вот номерки ждем в общем друзья филиппинцы еще те затейники в смысле сбора всяческих фи в общем я договорила филиппинцы в общем-то такие затейники в качестве взимания всяких налогов и сборов особенно при въезде в разные порты но по-моему этом порту они превзошли все возможные не знаю способы блин задержки пассажиров до того как посадить их на борт парома полтора часа или даже два часа в ожидании когда начнут выдавать очередные талончики которые только что сдала вот на въезде на паром короче это какой-то кошмар филипинская скажем так реальность наконец-то едем загружаться на паром такие вот взять филиппинские 15 минут сказала им что я очень устала кости ждет в очереди на загрузку я пошла покупать билетики система точно такая же как мы плыли сюда обелечивают на этом пароме здесь ну наконец-то мы на пароме заплатили в порту плату 70 песо и на пароме 630 песо за провоз байка и двух пассажиров то есть водителя с мотоциклом и одного пассажира меня ну такая же самая стоимость как мы шли и сюда на пароме из Сибу наконец-то мы отправляемся домой честно говоря под устали потому что на дороге самого раннего утра вот вам и сервис филиппинских полу и телевизор показывает как пользоваться спасательными жилетами а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Друзья, всем привет! Ну и наконец-то закончился мой, так сказать, мой уикенд в Корее. Сегодня был последний день. Сегодня мы отработали полдня. И все, и теперь едем домой. Решили прокатиться в такое прекрасное живописное место. На тачке гоняем. Получается, уже начальник вдаёт тачку, чтобы мы сами на работу ездили. Сейчас повернусь, и какое тут море. Вот оно море! Красота! Кстати, в этом море много дельфинов и акул. Даже около берега. А мы находимся вообще недалеко от Ван До. А так что последний день. Завтра лечу домой. Время пролетело вообще как фанера над Парижем. Вот такие пустые дороги. Просто приятно ехать, отдыхать. Совсем не жарко, тепло. Градусов 18, 19, можно же 20. Птички поют. Красота неописуемая. Ну и катаемся. Последний день в Корее! Ура! Будем деревеньку проезжать. А вот во сколько время мы уже дома? 12.15. Всё! А дембелям по сроку службы работать дольше запрещается. Вот мы и домой приехали. И наш домик. Всё! Завтра этот домик будет далеко уже. Друзья, ну всё, пора покидать эти дальние берега. Мы их победили. Всё, выезжаю. Сейчас пью кофе. Конечно, у нас тут вечера так отметили мой дембель. Но всё, пора домой. С вот такими хорошими вещами. Сейчас покажу. Одну секунду. Это... Это счастье. Хоть и говорят, счастье за деньги не купишь. Купишь! Завтракаю и через полчаса выезжаю в аэропорт. Так что завтра уже буду дома на Филиппинах. Вот я попал. Получается, приехал пол восьмого на паром, а парома нет. Блин. Пришлось ждать до десяти. Наконец-то он идёт. Кстати, паром отменили из-за сильного тумана. Все люди ждали. Наконец-то паром идёт. Едем на родину, едем домой. Продолжение следует...